И сейчас мы переходим к ситуации, о которой может рассказать наш корреспондент Анастасия Волкова, именно о ситуации в Донецкой области. Пожалуйста, Анастасия, вам слово. Добрый вечер, Аксения и Сергей. Постоянно стреляют. И для сравнения, мы были там буквально три дня назад и сегодня. Но обстрелы очень участились. Постоянно стреляют. И мы слышали иногда контактные бои. Это стрелкотня. И понимаем, что уже российские военные приблизились вплотную к городу. Мы видели КНАУФ, который находится за городом, из-за которого идут бои. И мы видели его весь в дыму. Мы проехали с волонтерами мимо рудников, мимо соляных шахт. Там тоже территория горит. Горело несколько жилых домов. То, что мы смогли увидеть и зафиксировать на камеру. И люди очень перепуганы. Если еще неделю назад они думали идти, не идти на эвакуацию, то сегодня они просто-таки собирают сумки и даже без вещей соглашаются эвакуироваться, лишь бы остаться живыми. Мы сегодня, например, пообщались с мужчиной. Он даже не взял ничего, кроме документов. То, что было на нем, он встал с подвала, вышел и сел в эвакуационный автобус. И выехал, пытаясь сохранить себе жизнь, потому что он говорит, что вот еще день-два, и он думал, что его дом сложится. И настолько приблизились бои к его пятиэтажному дому, что у него создавалось ощущение, что он сложит этот дом просто-таки. Также нам удалось пообщаться с переселенцами уже второй раз. С переселенцами опасно. Они приехали в Солидар к своим родственникам, и так получилось, что опять убегают от войны, убегают с ребенка. В 11-летней малышка уже увидела ужасы в опасной, теперь ужасы в Солидаре, и вот наконец-то ее вывезут уже в Днепр, а дальше, возможно, на Западную Украину. На самом деле ситуация в Солидаре очень тяжелая, очень много людей в панике, и выезжают и с животными. Некоторые думают о том, что животных не примут и остаются с животными там. Мы пообщались буквально 3 дня с мужчиной, у которого довольно-таки большая собака, и он не знает, как с ней выехать, потому что он не знает, кто его не примет с таким большим псом. И вот сегодня мы находимся вот уже сейчас в Солянске, как два часа подготовили материал к эфиру и Солидара, предлагая его посмотреть. Мы находимся в населенном пункте Солидар Донецкой области, и сказать, что здесь сегодня неспокойно, это еще не сказать ничего. По населенному пункту постоянно российские войска ведут, используют тяжелую артиллерию, используют минометы, также используют паспортные бомбы. Они просто-таки закидывают город. Мы, покуда следовали за эвакуационной группой, увидели несколько горячих домов и проезжали территорию рудника, солевой шахты, которая также горела. С Евгением впервые мы познакомились во вторник. Еще тогда волонтеры настойчиво просили ее выехать. Спустя два дня женщина собрала сумки, усадила в корзину двоих тойтерьеров и решилась на выезд из города. Все бросила. А дамы наживали. А дамы, цвету не бачили, девочки. Как было, какие шаги. А подружка из какого дома? И что теперь? Да, они будут. Чем остаться? Чем. У Валерия с собой лишь документы. Говорит, ситуация в городе стала резко ухудшаться, времени на сборы не было. Сегодня могли разбомбить дом, где я сплю, многоэтажный. Он все ближе, ближе, ближе. Все. Стреляют, почем попало, когда попало и куда попало. Я забрал документы. Все осталось. Я ничего. Машина осталась. Все. Мне ничего не надо. У меня здорово, ничего не болит. И так просто остаться. Не надо мне ничего. Все оставил. Взял самое необходимое. Ирина с 11-летней внучкой уже второй раз убегает от войны. 7 апреля женщина с ребенком покинула Попасную. Остановилась у знакомых в Солидаре. Теперь война настигла и тут. Говорит, может, сама бы и осталась. Но ребенок уже насмотрелся кошмаров. У нас там вообще в Попасной тренаж. Женщину разорвали голова. Отдельно руки, отдельно кишки вверх. И она там... О чем мечтаешь? Чтобы война прекратила. Все так. Еще что? Танцевать. Она у нас в Египте была золотой. Нодар привезла с Египта. Еще у нее есть бронзовые, три серебряные. Людей из города забирают волонтеры. Группа около 10 человек помогает людям собраться и разместиться в машинах и микроавтобусах. За день могут вывезти в среднем 50 человек. Эвакуации отсюда занимаются вторую неделю. На момент 12 числа сегодня эвакуация вполне себе возможна. Она осложняется постоянными обстрелами. Войска Российской Федерации накаляют градус каждым днем. То есть я сам туда ездил. Вчера ездил, позавчера ездил. Позавчера мы с одной стороны нас накрывали зажигательным, потом с другой стороны накрывали зажигательным. Мы просто посередке оказались. Солидар весь сгорел. Теперь он горит. То есть там его просто поджигают. Постоянные обстрелы. Абсолютно, ну, как будто бы и без разбора. Бьют по всем частям Солидару. Он, к сожалению, так расположен, что он простреливается практически полностью по-хорошему. Даже в самые труднодоступные места мы, в принципе, стараемся проскочить. Людей эвакуируют в Краматорск. Оттуда волонтеры помогают желающим выехать в Днепро, Киев или на запад Украины. Анастасия Волкова, специальный информационный марафон «Фридум» телеканала ЮЭЙ.